Сегодняшнее совещание наше посвящено итогам сбора отчетов в системе образования. Нами проведена первая выкрутка, вы знаете, согласно договору Министерства образования, сотрудничества информационно-аналитическим центром. И первая выкрутка, выявили очень большие и глубейшие нарушения, в связи с чем мы вынуждены сегодня с понедельника эту работу начать. Это вызвано прежде всего тем, что с 1 ноября 2016 года комитеты по контролю выйдут на проверки в организации образования. В организации образования эти письма вы получили из комитета по контролю. Второе, значит, 5 ноября у нас состоится семинар, семинар с участием министра, это его поручение было. И мы будем подводить итоги сбора статистической отчетности регионов. Значит, что касается систематических проблемных вопросов. Прежде всего начнем с дошколы. Что касается очередности, очень большие расходения в очередности. Если в 2015 году очередность составляла 545 402, в 2016 году 569 370 рублей. При этом Казалардинская область отличилась тем, что вообще очередность не включили. Южно-Казахстанская увеличили ее в разы. И таким образом есть форму 14 в ряде регионов нужно будет пересмотреть. Кроме того, форма номер 3 в дошкольной организации. Таким образом, когда мы говорим о контингенте детей в дошкольных организациях по отдельным возрастам, если в 2015 году детей от нуля до года было 8, то в 2016 году их оказалось 4623. Таким образом, все регионы, все 16 областей допустили ошибки. Поэтому форму 3 нужно будет всем областям пересмотреть. Кроме того, очень увеличился контингент в несколько сотни раз староводников. Более 290 тысяч детей не указали идентичные номера в разрезе каждой области. Есть грубейшие ошибки в Казалардинской области, что касается предшколы. Классы предшкольной подготовки они отметили как мини-центры. Таким образом, резко возросла сеть дошкольных организаций, что в корне неправильно. По Казалардинской области есть еще одно грубейшее нарушение. С 2011 года мы ведем с вами споры о том, что в этой области существуют или не существуют малокомплектные школы. Вы относили категорию малокомплектных школ только те школы, которые относятся к классу, совмещенные в которых имеются. На сегодня, когда идет материально-техническое оснащение малокомплектных школ Блимленд и другого оборудования из системы НИШ, то вы, наверное, уже понимаете, какая ошибка вами была допущена. На сегодня сеть малокомплектных школ где-то более 71. Она у нас всегда в 3000 главу в Казалардинской области была. Но до сегодняшнего времени вы так и продолжаете политику в отношении малокомплектных школ вести. То есть школы есть, вы их в отчетах не указываете. Значит, кроме того, по контингенту. На сегодня четырехлетних детей посадили в школу. Их 14 лет в школе, 5-летних 9952, что крайне невозможно. Хочу указать на то, что у нас были ошибки в прошлом году. В предшкольной классе форма ДО-12 находилось 410 тысяч детей. А в первый класс в этом году пришли 369. То есть идет повтор. Вы 2 года детей, где-то 40 тысяч детей обучаете в предшколе. А это финансовые расходы. Ну, в принципе, наверное, вот все, как бы, вот такие, более крупные такие ошибки я вам указала. Значит, по второгодникам вообще там в костюме говорили, что вопиющее 12487. И наибольшее число их указано в Мазыстанской области, в Юно-Казахстанской области и в Атравской областях. Если в прошлом году число второгодников составляло 1212, в этом году 12487. Разница на 12275. Где наше качество образования, как мы к этому пришли неизвестно, нужно будет поработать. Учитывая сжатые сроки, я знаю, что предоставление статистических данных несет за собой административную отчетность. Все начальники районов, городских отделов образования, все формы, их формы цифровой подписью визировали. Руководители областных управлений образования точно так же подписывались под эти, значит, отчеты. Таким образом, первая выгрузка сделана. Ошибки большие, их много. Завтра уйдет в Акимат и письмо за подписью Сухомердина. Потому что мы сейчас готовимся к совещанию на 5 ноября. Эти факты будут все указаны. Я думаю, что обсудив все эти вопросы, решили до 1 ноября открытые базы образовательных данных на уровне управления образованием в районе городских отделов образования. Таким образом, в районе отделов образования есть возможность пригласить руководителей школ, внести изменения, поправки. А на своем уровне руководители могут следить в управлении образованием, значит, проверить районные отделы образования. То есть, начинается работа над ошибками с сегодняшнего числа. А более подробно про всем, значит, нарушениям, вы сейчас замечание услышите от, значит, специалистов информационного аналитического центра. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно меня или нет? Слышно, да. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что мы с вами постоянно были на связи, в базе, в НОВД, и непосредственно по уровню ТИПО допущено очень много ошибок, я сейчас остановлюсь только на самых крупных. Более того, ваши кураторы направят вам на почту и уже частично направили эти отчеты. На сегодняшний день выявлены такие ошибки по приему. Из 166 тысяч вновь зачисленных на первый курс студентов ТИПО, у 62 тысяч студентов не обозначен уровень образования. То есть, не обозначено на основе какого образования они поступили. 9-11 класса, либо ТИПО. Так как вы не определили этот уровень, не доставили, мы не можем вывести правильный прием. Но правильный контингент приема. Это первое, что касается контингента. Более того, после 9 класса, 764 студента после 9 класса были зачислены на 3-й курс. Такие ошибки есть во всех областях. Отдельно по каждым колледжам мы направились, как я уже говорила выше. 2673 студента на базе основной школы были зачислены на 2-й курс. Это неверно. И 358 студентов умудрились зачислить на 4-й курс. После 11 класса на базе средней школы на 2-й курс было зачислено 12 546 человек. Дело в том, что если вы зачисляете, я хотела бы здесь заострить ваше внимание, если вы зачисляете студентов на базе 11 класса, на базе 9 класса, весь прием этого года должен идти с первым курсом, с указанием первого курса. Никаких вторых курсов, третьих, четвертых и так далее. Есть еще такого характера ошибки. 115 студентов по Акмолинской области, Актыбинская есть, Алматинская, Атравская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кустанайская. В общем, здесь все есть области. 115 студентов по Казахстану зачислены после 1 октября. Это нарушение правил приема и зачисления. Далее. Что касается дуального обучения, вот тоже такие крупные вопиющие ошибки. Если вы выставляете себе дуальное обучение, технологию, и проставляете количество детей, то есть в каждом паспорте указываете количество детей, то вы должны указать и количество договоров по дуальной программе. Есть такие колледжи, я назову некоторые. Колледж экологии и лесного хозяйства, Аккоринская область, выставляет дуальное обучение, 35 студентов обучаются, договоров по дуалке нет. Следующие. Казалардинская область, Байконырский колледж, Космос, Западно-Казахстанская область, Аккоринский колледж и так далее. По всем регионам имеется список колледжей, которые допустили вот такие ошибки. Я попрошу, кроме того, что я обозначила вот такие крупные ошибки, проверить базу еще раз и обязательно проверить раздел социальное партнерство, особенно содействие предприятий и по суммам, и по количеству договоров, и по количеству детей, которые обучаются за счет предприятий. Хотела бы указать на политехнический колледж Карагандинской области, показывает нам базе, что 3088 единиц оборудования в этом году вам поставлено было предприятием. Прошу и Лисаковский технологический, Кустанайская область перепроверить цифры. Почему заостряю внимание именно этих колледжей, потому что у остальных цифры, ну, как-то еще разумно объясняется, здесь выбивается из общего, из общей картины. Вот. И я еще раз вас попрошу, не останавливаться только на тех ошибках, которые я сейчас озвучила, а просмотреть паспорта еще раз, потому что есть много ошибок, и по видам, вы знаете, мы с вами исправляли, и по формам собственности мы с вами исправляли, и обязательно прошу просмотреть выпускников, потому что по выпуску, вы знаете, тоже выгружается третья форма. Более того, по персоналу я выгрузила только по директорам, например, Атараусский гуманитарный колледж имени Дудбаева, Карагандинский юридический колледж Фемида, колледж номер 24 Южная Казахстанская область, колледж иностранных языков Лингва Астана и Алматинский колледж непрерывного образования в качестве директора никого не указывают. Ни штатного, ни совместительного директора нет, якобы. Вот, если, то есть на примере директоров мы можем увидеть, что есть должности, которые вообще не проставлены ни в позиции штата, ни в позиции совместителей. Есть организации СИПО, которые указали должности директоров, двух директоров. Так тоже делать нельзя. Если частный колледж, и вы организованы каким-либо ТО, у вас есть генеральный директор, и есть директор колледжа, в базе необходимо проставить директора колледжа, непосредственно кто занимается колледжем. Если этот генеральный директор у вас преподает, то он у вас проходит как преподаватель. Он не идет как отдельный директор. Колледжи, проставившие двух директоров, это Алматинская область, Толгарский медицинский колледж, Жамбулский медицинский колледж, Жамбулская область, гуманитарный колледж Алмаз, Жамбулская область, и два колледжа по городу Алматин, городской медицинский колледж и колледж Казгаста. Это только касательно директоров. Тоже самая картина, я вам направляла выгрузки и касательно замдиректоров, и касательно преподавателей. И еще раз прошу просмотреть по ставкам. Ставки не быстро. Педагога, да? Спасибо большое, что педагога подсказывает. Педагога, да? Педагога, да? Девочки, медленно говорите, да, медленно говорите. Порок и спите. Порок и спите, да. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела остановиться на педагогических работников дневных государственных школ. Очень много было допущено по персоналу ошибок. Особенно большое количество, допустим, у нас не бьет по стране на 24 тысячи. Это Акмолинская область меньше на 1213 педагогов в Азии, меньше по сравнению с прошлым годом. Алматинская область на 4 тысячи педагогов меньше, но БД вышла, чем в сравнении с прошлым годом. Атрауская область на 1458. Караганда 2206. Костанайская область 1371. Кузелардинская область 1760. Южно-Казахстанская область 5604. В Восточно-Казахстанская 1816 педагогов меньше, но БД выходит по сравнению с прошлым годом. Далее в разрезе по образованию. В целом по стране общее и среднее образование имеют 2475. Педагогам отметили, что не имеют образования. Далее в разрезе по категориям, по категориям, высшей первой категории, по сравнению с прошлым годом, мы даже не вытягиваем прошлогодние цифры. Это касается всех регионов. Также, кроме того, отметили некоторые регионы, что есть образование, у кого есть учитель ниш, стажер ниш, мастер ниш. Наибольшее количество Алматинской области на 220 учителей свыше первой категории меньше, чем по сравнению с прошлым годом. Завзамбылская область на 253, меньше по сравнению с прошлым годом. Мангистауская область на 222. Слышно? Южно-Казахстанская область на 295 педагогов меньше, свыше первой категории по сравнению с прошлым годом. В целом по республике на 0,3% педагогов свыше и первой категории меньше по сравнению с прошлым годом. Хотя в этом году это число должно у нас возрасти. Далее, что еще хочу сказать. Очень много педработников не отметили показатель язык обучения. В целом по стране 14 078 педагогам не отметили язык обучения. По регионам язык обучения не отметили. Наибольший регион Алматинская область 28 431 педагог не отметили язык обучения. Далее, Жамбылская область 16 706. Карагандинская область 15 345 учителей. Казалардинская 14 540 учителей. 47 910 учителей не отметили язык обучения. Павлодарская область 10 383. Североказахстанская 8 216. Восточно-казахстанская 16 928 и так далее. По всем регионам. Также не отмечено по республике, в каких классах преподают учителя. Это 20 905 педагогам не отметили. В каких классах больше часов 105 455 педагогам не отметили. По стране статус педработника. 200 089 не отметили статус педработника. Кроме того, стаж педагогической работы. В 2788 педагогам не отметили стаж педработи. В связи с этим мы в МОБД сделали эти показатели обязательными. Сейчас вы когда откроете базу, эти показатели будут для всех обязательными. По каждому региону эти списки будут вам предоставлены в разрезе организации районов и регионов. Где-то не отметили данные показатели. Учителя-предметники на 11 000 по стране коллеги учителей-предметников меньше. Выходит наоборот больше, чем по сравнению с прошлым годом. Допустим, Ахмонинская область. В прошлом году было 12 186 учителей-предметников. Включая директоров и заместителей директоров. Ведущие преподавания. В этом году на 1106 больше. Ахтюбинская область на 1473 педагога увеличилась. Алматинская область на 4481 западно-казахстанская и так далее. Вот самые большие карагандинская в 2043. Южно-казахстанская на 5160 и так далее. То есть по всем регионам имеется расхождение по персоналу. Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание именно на эти показатели. В течение недели нужно будет отработать все эти показатели, чтобы были заполнены. Иначе у нас не будет свод по республике. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вошу несколько таких очень крупных ошибок. Подробнее мы каждый готовим по своим формам. То есть всю выгрузку мы вам отправим. Самое главное, большая просьба обратить внимание. Вот допустим выпускники. Это самая большая наша проблема, так сказать. То есть выпускники у нас есть отдельная форма. То есть вы не заполняете их у каждого в паспорте ребенка. То есть это есть в разделе «Дополнительные сведения», подраздел «Дополнительные сведения о контингенте». И есть вкладка «Выпускники». Там прям вот эти формы наши P28, P29, они отдельно вынесены. То есть если каждая школа заполнит своих выпускников правильно, по республике оно выйдет правильно. То есть на сегодняшний день у нас по 9 классу всего выпускников у нас насчитывается 218 477. Но когда идет разбивка, поступили в колледжи, перешли в 10 класс, трудоустроенные, нетрудоустроенные, не подлежат обучению. Когда мы прибавляем все показатели, у нас получается 238 881. То есть на 20 тысяч вы увеличиваете выпускников. То есть если брать просто выпускников, это 218 тысяч. Когда идет разбивка, это 238 тысяч. Каждая школа, если правильно заполнит, это по вебинару мы объясняли, в инструкции это все описано, как нужно это заполнять. То есть если они не выравнивают, не выйдет одно число выпускников по республике. Это что касается 9 класса и 11 класса. Я сделала полностью выгрузку, выгрузку вам отправят. Дальше, следующая проблема это Алтын-Бельгет. Алтын-Бельгет, то есть у нас есть, вы знаете, в той же вкладке «Выпускники» у нас идут претенденты на награждение. Знакам Алтын-Бельгет, потом идет разбивка по языкам. Это вся форма П-19. То есть с русским языком, с казахским, с узбекским, с уйгурским, с таджикским. То есть если у вас всего Алтын-Бельгет 5, их должно быть, допустим, с казахским 3, с русским 2. То есть в общей сложности по языкам должно давать то число, где претенденты на награждение. И то же самое претенденты, подтвердившие знак Алтын-Бельгет, их, допустим, 3, там 2 с казахским, 1 с русским. То есть разбивка по языкам должна быть равна. На сегодняшний день у нас Алтын-Бельгет, претенденты на награждение у нас общее число 3,987. По языкам, когда мы прибавляем, 5,264. На 1,5 тысячи у вас идет увеличение по языкам. Это вот отдельные две школы, что хочу выделить, это в ЮГО. ОСШ номер 105 Кунар-Тубе, они пишут, у них претенденты на награждение 0, по языкам 622 с казахским языком обучения. То есть у вас претендентов на награждение нет, но по языкам вы даете 622. И вторая школа, это ОСШ номер 7, Сарайагарский район. ОСШ номер 105, это, кстати, тоже Сарайагарский район. Вы даете один у вас претендент на награждение, 534 по языкам. Там просто с казахским языком бита цифра 534. То же самое претенденты, подтвердившие у вас идет один, по языкам 534. В принципе, то есть у вас везде идет одинаково. То есть вы правильно заполнили всего и по языкам. Но вы сами посмотрите, какие вы цифры пишете. Как может быть 534 по языкам, если у вас всего один? Это ко всем. То есть по другим районам у меня есть прям разбивка. То есть сколько вы даете всего и сколько у вас разбивается по языкам. Но это очень легко, мне кажется. Это все объясняется, это все описано. И еще одно по видам, то есть по виду комплексы школы-сады. Вы знаете, что комплексы школы-сады у нас имеют два паспорта. Один паспорт – это организации среднего образования. Второй паспорт – это организации дошкольного образования. То есть должно быть одинаковое количество. Когда мы выгружаем школы и выгружаем комплексы школы-сад по виду дошкольных, должно быть одинаковое количество. Ну, здесь вот большая разница. Это в Жамбылской школу у вас, который комплекс школы-сад 41, а комплексов садов у вас один паспорт. И североказахстанская, школ вы даете 42, у вас комплекс школа-сад как школа, а как сад у вас 1 опять. У остальных небольшая разница есть, но есть вот по республике у нас школ 267, садов 181. Должно быть у нас одинаковое количество. Поэтому вот у остальных на 1, на 2, на 3, там больше, меньше, то есть это нужно выровнять. Остальные все свои выгрузки, то есть у меня также есть выпускники по 11 классу, по языкам. Я сейчас полностью не завершила выгрузку, я вам отправлю. То есть вы смотрите, у нас в языке обучения это только казахский, русский, и в южных 4 регионах у нас есть узбекский, ульгурский, таджикский. У вас же ставят детям и азербайджанский, и армянский, это только которые я встретила, немецкий, украинский, белорусский, дунганский. То есть те языки, которых вообще, я не знаю, нет. Вы бываете там промахиваются, то есть у каждого есть возможность выгрузить свой отчет и отфильтровать, какие вы языки поставили. Еще одна ошибка, ладно, казахский и русский ставят. Чисто русская школа, одному ребенку поставили казахский. То есть такого быть тоже не может. Если у вас язык обучения русский, у вас все дети должны быть на русском. Или смешанная школа ставит только двум русский, остальные все на казахском у вас учатся. То есть вот на это большое внимание обратите, потому что это около 10 форм формируются только по языку обучения. Поэтому все, большая просьба именно это выровнять. То есть посмотрите и не ограничивайтесь действительно только тем, что мы отправляем. Вы посмотрите, что есть. Мы будем по возможности все формы мыши в Steam свои. Мы отправляем полностью все выгрузки. Но если у вас еще там что-то есть, вы созваниваетесь. У каждого есть куратор. Мы каждый на две области работаем. Телефоны у нас всегда доступны. Поэтому большая просьба быть на связи. Еще бывает такое, что специалисты не берут трубки. Пожалуйста, берите трубки или перезванивайте, если вы вдруг не можете взять трубку. Потому что эту неделю мы будем очень плотно работать. У меня в принципе все. А, по питанию. Давайте я скажу по питанию сразу. Потому что по питанию тоже сейчас очень большие проблемы. Эта форма у нас получается ОП 5. То есть смотрите, если у вас в школе есть столовая, вы всем детям ставите галочку охвачен горячим питанием. Потому что горячее питание упало, не знаю, в 2-3 регионах мы проверяли. По 30-40 тысяч детям не доставили горячее питание. Питаются они, не питаются. Если есть столовая, все, охвачен горячим питанием. Если есть малообеспеченные, проверьте прям по списку. Выгрузите, кто у вас малообеспеченный. Я не думаю, что вы прям в них там запутаетесь. Если малообеспеченный, он обеспечен горячим питанием. То есть у него стоит галочка охвачен горячим питанием. И тут же стоит галочка охвачен бесплатным горячим питанием. Две галочки должно быть. Если в этой же столовой есть буфетное питание, вы не ставите галочку. То есть охвачен буфетным питанием и охвачен бесплатным буфетным питанием, вы ставите только в тех школах, где нет столовой, где нет горячего питания. Это, в принципе, мы еще раз вам напишем, это мы еще раз объясним, потому что именно с питанием проблемы большие. Это надо каждому ребенку зайти и каждому ребенку поставить, а их тысячи в одной школе. В Ахмолинске, просто что скажу, мы пытались это исправить, мы смотрели, но это очень много. Поэтому объясните каждой школе, пожалуйста, чтобы это действительно все выровнялось. Ну, в принципе, у меня все. Давайте я расскажу, по которым учебникам. Всем здравствуйте. Хотела бы ответить по учебникам. Я сейчас выгрузила обеспеченность детей учебниками, у нас цифры вообще не бьются. То есть, когда вы заполняете в разделе учебники обеспеченность детей, вы должны суммировать по классам количество ваших обеспеченных детей. У вас почти все, у всех школ почти стопроцентная обеспеченность учебниками. Поэтому количество обеспеченных детей учебниками должно почти равняться количеству общим контингентам. Выгрузку я всем по школам сделала, по организациям мы вышли. Бывают ошибки, например, надо поставить количество детей, а вы пишете процентность. Например, я у многих заметила, что все пишут 100%, 100%, а на самом деле там надо количество детей писать. Потом есть школы, которые не отметили, это по республике 650 школ, которые не отметили, что у них есть библиотеки, но пишут, что есть учебники. Есть по 14-20 тысяч книг, есть, но библиотеки нет, это тоже надо будет проверить. По материально-технической базе в одной школе может быть только одно основное здание. Это уже, не знаю, миллион раз говорилось. Тоже выгрузка сделана, мы будем отправлять. Школа указывает только одно основное здание, потому что по основному зданию идет дальше все формы по МТБ. Это отопление, это техническое состояние здания, это благоустройство и так далее. То есть, если основное здание, вы по нему пишете, если оно аварийное, то аварийное, если требует капремонта, то капремонт. И благоустройство тоже. Сейчас по капремонту или да, скажете? По капитальному ремонту, уважаемые коллеги, в базе в этом году введены новые показатели, мы на этом вам акцентировали внимание тоже. Вот только что Синыш вам сказала, помните, есть состояние здания требует капитального ремонта, а еще в дополнительных средних зданиях необходимо прописать, имеется ли ПСД или нет. Здесь возникают вопросы. Если ваше ПСД в разработке, вы пишете ПСД нет, но капитальный ремонт планируется, и по нему остальные позиции все прописываете, какие работы вы собираетесь делать. Но этот список школы, требующий капремонта, нужно согласовывать именно с управлением образованием и с районными отделами образования. Просто так выставлять себя в школу тоже не имеет права этот показатель, как и аварийность в школах. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Затем, когда мы будем считать охват детей от 1 до 6, от 3 до 6, мы именно по этим двум регионам не сможем посчитать. И также в Восточно-Казахстанской области и город Алматы этот показатель также не запомнили. Сейчас мы говорили про детей от 0 до года. Значит, у нас вышло, что на 4 тысячи детей в этом году увеличилось. Если было в прошлом году 8, то в этом году 4 тысячи. Вы, видимо, когда заполняли организации, нечаянно ушел год. Когда вы вводите, там у вас выходит календарь. Вначале, значит, месяц, год, потом число. А вы, видимо, ставите число месяц, а год остается тот, и получается, что у вас цифра неправильная. Но БД ушла. Месяц, год, число. Затем по языку обучения. Значит, дошкольная организация, если с казахским языком обучения, то язык обучения казахский, группы все ваши в этой дошкольной организации должны быть все с казахским языком обучения. Кто-то ставит, что сама дошкольная организация на казахском языке обучения, а группы есть и на русском, и на казахском. Получается, смешная дошкольная организация должны указать две галочки. В этом показателе тоже надо будет остановиться и исправить все ошибки. Затем у вас в паспорте управления образования и отделов образования есть такой показатель, как открытые и закрытые организации Это у нас 15 форма Надо будет в этом году еще раз посмотреть и обновить Если у вас где-то что-то не заполнено, надо будет сейчас заполнить Сколько у нас в этом году открылось и закрылось организаций Это по дошкольным организациям Затем по малокомплектным школам Малокомплектные школы, значит у нас в образовательном процессе есть совмещенные классы Сколько совместилось в вашей школе классов, например, 2, 3 и так далее В этом году у нас всего вышло, когда мы сформировали данные, у нас вышло только по республике 892 школы, где указаны совмещенные классы Извиняюсь, 892 класса совмещенные Когда в прошлом году у нас было 7 тысяч Это тоже какие-то школы не отметили, что классы в этих школах совмещены Не может быть такой большой разницы Все помоида, помоида, помоида Это очень много разницы, но это очень много разница Продолжение следует... 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 Продолжение следует...